Вышла я на улицу, и люди не могут воду набрать. Это что значит? Это значит, что у нас уже, возможно, нету света. Короче, пошла я домой. Или расстраиваться, или нет. Что вы думаете? Не постирать? Не поубирать? Я ничего не успела. У меня стирки там просто с вагон, с тележкой. Ванна просто вот так вот, с горочкой. Потому что я решила постельное всё перестирать. Забросила первую партию, и у нас, конечно же, нет света. Вот такая вот история. Хоть чайник успела помыть. Так, ладно, я сейчас жду соседа, который должен прийти забрать бумаги уже с подписью. И потом я уже начну что-то делать. Я не знаю даже, что делать. Мне просто, понимаете, когда нету этого света, это какой-то трындец. Ты реально не можешь ничего. У тебя просто связаны руки. На самом-то деле, в нынешнее время свет очень многое значит. И тут... И сейчас у нас полдесятого. Обещают его включить. Аж четыре часа вечера. Четыре часа. Что делать это время? I don't know. Сделала себе педикюр. Полтора часа пыталась накрасить себе ногти. Жду, пока проснется Кира. Я включила уже пылесос, потому что не могу. Я всегда уже, когда не могу, включаю пылесос. У нас 11.04. Света нету. Птицу хочу сегодня выпустить. Попала связь вообще полностью. Я сейчас вставлю картиночку. У нас там даже нету ни 3G, ни 2G, ни 1G. У нас вообще ничего нет. Ты даже позвонить никому не можешь. И у меня этот значок, послание к тому, что может быть включат свет. У нас, знаете, как перед включением света полностью вообще все пропадает. Или это будет длительное отключение. Реально до четырех часов его не будет. И тогда пропадает вообще полностью все. Вот такая вот история. Вот что получается, когда я не сушу голову феном. Вот такие вот у меня волосы. Каждый в свою сторону. Каждый занимается своими делами. И почему я всегда ее сушу? Потому что здесь вихрь, там вихрь. Там пошло туда, там пошло сюда. И вот такая вот весело-весело встретим Новый год. Что-что-что? А, нет, мне показалось. Немножко волосы подкрутила. Но они подкрутились только здесь. Знаете, как я делала? Вот так вот. Вот так вот. Пыталась все волосы собрать. И там дальше сделала этот, как его, крабиком. Но у меня здесь красиво. А сзади? А сзади нифига, просто ровно. Посмотри. Тоже закручивали? Не, надо вот... А, ну давай ты мне сейчас подзакручиваешь, и потом я крабиком закручу. Я просто сзади не вижу, как оно. Получается, что вот так вот. А еще я не знаю, чем ребенка кормить. Потому что надо его чем-то накормить. Она у меня ничего кушать не хочет. И свет у нас не включили в 12 часов. Значит, включить все-таки в 4. Красота. Блинчики или тосты сделать с яйцом? Блинчики или тосты с яйцом? Тосты с яйцом. Тосты с яйцом? Угу. Я пошла. Короче, я знаете, как сделала? Хотела свет включить. Сейчас попробуем вам показать. Вот так вот. Там все поподкручивала. Надеюсь, у меня что-то получится. Я пошла готовить завтрак. А, еще-то я сегодня давала вот этот вот присорб. Потому что она что-то мне сегодня опять поела и рвать начала. Собаки. Собаки, дети. Устала я от всего. Тым-тым-тым. Делаем так. Раз. Два. Теперь посолим, поперчим и перемешаем. И все. Хлебушек замочим. Поджарим. Ну и готово. Вот такая вот история. Что она тут загибает. Соковородка. Хлеб. Масло. И начинаем делать маленький завтрак. Боже, я себе, знаете, что хочу? Я хочу себе вафельницу. Вот делать вафли. Я всегда, как смотрю, когда кто-то делает эти вафли, мне так хочется вафель. Это я году убрала. Вот. И думаю, блин, это же было бы классно, если бы у меня были вафельницы. И я такая по утрам вафли делала бы. Еще к этим вафлям бы я добавляла малинку, клубничку, сливки. Ну, это когда война закончится, тогда будет. Малинка, клубничка, сливки. И вообще огонь. Мечты, мечты. Ой, слушайте, у меня этот. Ёптель-муптель. Что такое? Хлеб вот этот плохой. Берем этот. Короче, бывает такое, что хлеб вроде бы тостовый. Вот есть такой тостовый. Есть перед этим, который я показывала. Вот перед этим, это ужасный хлеб. Он так портится. А этот супер. Теперь делаем так. Пабам. Пабам. И третья, наверное, еще поместится. Пабам. Все. Джин-джин-дю-дю. И вот такие тостики выйдут. Хорошенько их прожарить. И просто вкуснотища. Надеюсь, будет. Блин, вот вы представляете? Нам обещают, что в следующем месяце у нас отключение света. Если сейчас они у нас по 6-7 часов мы без света, то в следующем месяце обещают по 10 часов без света. Да, кайфушечки какие. Просто я не знаю, как еще назвать эту ситуацию. Бомба-пушка-нереалка, наверное, только так. Так, а что у меня там с волосами? Я так переживаю. Я просто хочу, чтобы сзади у меня тоже что-то подкрутилось. Что у меня там сзади? Я не вижу. Видите вы? Мы потом посмотрим, когда я закончу готовить. И вот такой вот получился завтрак. Кира сказала, что она чая не хочет. Будет Кока-Кола. Так что всем, кто будет кушать вместе с нами, всем приятного аппетита. Хорошего настроения, замечательного дня. Мира добра. Не болейте. Темочки и лавушки вам. Включили свет и началась тревога. Пошла и бегом стирать. Короче, Кира распечатала три фотки и думает, какую поставить под чехол. Такая эта старая уже была, да. Вот эта или вот эта. Блин, мне вот эта нравится. Я тоже думаю. Это прикольная. А эта такая комфортная. Так это тоже комфортная. Она просто под твой чехол, который страшный и уже никакой подходит. Мне кажется, лучше всего. Тебе надо чехол вообще новый. А я только что гладила, ну не гладила, отпаривала вещи. Боже, я ладошку подставила под этот пар. У меня так все болит. Это какой-то кошмар. Просто до слез. Я спалила себе лицо. Я не знаю, куда я собираюсь на самом деле. Я просто собралась и хочу куда-то выйти. Два часа дня, я думаю, что, наверное, стоит уже пройтись. Может пойти кофе попить. Потому что рука болит. Я собралась. Я оделась. Я пошла. Я сейчас вам выйду на улицу. Расскажу, куда я иду. По очень важному делу. Оделась сережечки. Одела кулончик. Мне писали сегодня в комментариях, что, может, тебе эти сережки не подходят. Не знаю, мне нравятся. Так что все. Я иду. У меня важное дело. Мне нужно купить кое-что вкусное для Киры и для себя. Кира, если я еще раз попрошу тебя постелить кровать, от этого не сделаешь, будут проблемы. Хотите, я вам расскажу прикол, приколович? Короче, у нас пришли с ЖЭКа и поменяли перила. А знаете, сколько перил поменяли? Вы не поверите. Нет, вы поверите. Когда я буду возвращаться обратно, я вам покажу, сколько у нас поменяли перил и на какие перила. И вот я сейчас хочу дозвониться в ЖЭК и узнать, это все или еще будет продолжение. Зашла к тетлению, выпила кофе, посплетничали. А теперь я иду по очень важному делу. Мы с Кирой захотели хот-дог. И я вот бегу в кафешку за хот-догом. Сказала Кире, чтобы она сегодня шла уже гулять. Свежий воздух. Нужно гулять. Она вчера целый день практически проспала. Сегодня тоже полдня проспала, но уже не так, как вчера. Ну, из-за того, что вчера со всеми было плохо. У нее температура была и горло сильно. Но сегодня она уже встала. Говорит, мам, горло практически не болит. Хлор филипт. Очень классная вещь передо мной. Птица бежит. Я иду, она бежит. Такая смешная. Что это за птичка? Напишите, пожалуйста. Я не знаю. По-моему, вертихвостка или как она так называется. Так, ладно. Голубей. Вы тоже прекрасный. Но мне надо бежать. Хотела вот в этой кафешке покупать. Кира сказала, нет, иди дальше. Где-то, говорит, там есть дешевле хот-доги. Потому что в кафе хот-дог стоит 80 гривен. А там, куда она мне сказала пойти, говорит, мам, там стоит 55. Еще проверим. И вроде бы вот в этой вот кавьярне. Да, действительно, 45 гривен стоит. Купила. Два хот-дога. Правда, я неправильно сказала им. Не, я вообще не сказала, что это с собой. И они мне сверху кетчупа наложили. А если бы не сказала, то не наложили. Ну, тут, знаете, как палка из двух концов. Не наложили плохо. Наложили тоже не очень. Потому что я стараюсь сейчас максимально аккуратно донести, чтобы они были вкусные, теплые и не расчеклись. Кстати, мне очень много вопросов задают, когда буду птичку отпускать. Ребята, у нас сейчас такие дожди и грозы. И они не запланированы, они непредсказуемы. Поэтому я хочу дождаться, пока это все пройдет. И тогда уже спокойно его выпустить. Понимаю, что он бы и при этом при всем бы вырос. Но он растет сейчас без родителей и даже без своих сородичей. Поэтому ему нужно окрепнуть максимально сильно. И после этого можно будет уже его выпустить. Так что еще, наверное, пару денечков. Вот у нас опять что-то сегодня возможно будет. Такое типа грозовое. Но обещают сегодня тоже дожди. И обещают сегодня тоже грозы. Поэтому ждем и надеемся. Фух, что случилось со мной? Я уже дома почти. Вы готовы увидеть, как нам поменяли перила? Я не знаю, это начало или конец. Я до Жека дозвониться не могу. Но факт остается фактом. Сейчас. Так. Здесь у нас его вообще сняли. Та-да-да-дам. А здесь у нас его поменяли. Одно. Все. Больше нигде. А здесь старая осталась. Да, шикарно? Завтрак подан. Заходи, заходи. Я закрою. Привет. Привет, хорошие. Привет, Татоши. Фу, дайте раздельность. Пойдем завтракать. Наверное, разорви вот эту штуку, чтобы можно было их достать. Да. Потому что я не сказала сделать с собой. И мне туда пилили все, что можно. Все, теперь можно кушать. Всем приятного аппетита. Я люблю только такие хот-доги. Французские. Американские хот-доги не люблю. С них всегда все вываливается. А это самый лучший, самый вкусный. И самый классный. Приятного аппетита, цок-цок. Если вы скажете, что я не свинья, то вы ошибаетесь. Настоящая. Я взяла кетчуп. Я надеюсь, отстирается. Трэш. Опачки. Это хорошо, что ты застелила. Спасибо тебе. Собаки, вам ничего не даю. Будешь листичкой полетать. Опачки. Ну давай, иди сюда. Он любит на палочку садиться. Иди сюда. Давай, иди ко мне на палочку. Идешь? Иди на палочку. Ну, Йода. Иди. Да, там все такое интересно. На палочку можно сесть. Если захочешь. Ой, какой ты молодец. Боже, умничка. Ух ты, ух ты. Опа. Молодец. Ты какой сладкий. Умница. Просто прелесть. Да, какой ты, видишь? Умеешь летать уже. Ты такая птица классная. Просто супер. Обалдеть. Обалдеть. Да, да, да. Бам-бам-бам. Дам-да-дам. Кушать хочешь? Я знаю, я сюда пришла без еды, да? Вообще, да. Скажи, еды, да. Я есть хочу. У тебя еда есть? А ты ее не ешь. Тебе надо подавать. А я хочу, чтобы ты научился и есть все настоятельно. Понимаешь? Да? Ты понимаешь это? И шо мне теперь надо? Ясно. Сейчас Кире напишу. Так, ну шо? Давайте сейчас его будет. Иди сюда. На телефон сел? Иди сюда. Есть будем. Иди на палочку. Давай, иди на палочку. Давай, иди на... Давай на палочку. Молодец. Опачки. Давай кушать. Молодец. Вот. Умничка. Видишь, какой ты? Ой, что, проколотался как. Так. А сам не можешь, да, кушать? У него же еда вот там вот есть. Бери, ешь. Нет. Надо ждать меня, чтобы я его кормила. Держи. Ничего себе, ты запихуешь себе в рот. Ну? Ой. Ну, еще будешь? У меня еще есть желточек. Желточек хочешь? Желточек будешь? Отсюда, моя маленькая. Отсюда, моя халатская. Здесь невозможно дышать. Когда балкон закрыт, здесь вообще нету чем дышать. Ой, боже мой. Решил себе смастить гнездо в розах. Что, здесь больше нравится, да? Здесь именно как гнездышко, да? И так хорошо тут сидеть. И так классно тут. Ой, ты хороший. Может, тебе гнездо надо сделать? Нет, тебе нужно лететь, малыш. Ой, страшно, но надо. Вышла я уже с собаками на прогулку. И меня люди, которые еще Доби не видели, спрашивают, а чего ухо зеленый? Он что, болеет? Я говорю, да. Я уже так устала всем говорить, что я его покрасила. Поэтому я уже просто говорю, да. Он болеет. А мы гуляем. Очень странно. Все просто очень странно, потому что никого еще нету. Пять часов, ну я как всегда выхожу пораньше, но в пять часов здесь уже собираются все друзья наши. Никого. Я в шоке. А у меня соседи так прикольные, я им написала, говорю, нам перила поменяли. Они такие, да ты что, типа, что, уже начали какой-то прогресс, круто. Я говорю, ну, если ремонт будет такой же, как перила, то, говорю, ждать все точно нечего. Нужно что-то делать самостоятельно. Я говорю, в общем, они такие, так что там сделали? Я говорю, приедете домой, увидите. Я надеюсь, они все будут смеяться точно так же, как смеялась я. Наш дружбан пришел. Пера, ты не заметила байта? Вот так вот. Ждали, ждали и дождались. Я ничего не буду говорить, вы видите все сами. Но я знала, что у нас не будет цвета, поэтому я купила селедки, вот такой, наггетсы, что еще, украинский хлеб, масло и еще купила селедки вот такой. Вот сейчас буду делать картошку молодую и кири, сырочек с улугуни, потому что больше я ничего толком и не сделаю. А это водичка, побачьи. А Тера у меня только что такое вытворила. Заходила в магазин, а возле магазина огромная лужа, ну где-то, наверное, с ладошку в глубину. И Тера идет в эту лужу и ложится. И я такая понимаю, блин, это трэш. Она сейчас придет, во-первых, лужа грязная, во-вторых, она пока по парадному поднимется, оно грязное. Что вы думаете, да? Я ее только шумыла. Потому что это был настоящий шок-контент. А света, да, у нас нету. Я не знаю, когда у нас выключат, хотя я только что заходила в магазин. А в магазине говорят, выключили, сверешь на полчаса и снова включили. Я такая в надежде, домой иду, думаю, классно, свет есть, прихожу. Ага, дулечка. Нету его. Я пошла чистить картошку, потому что вечером надо кормить Киру, которая вообще ничего не хочет есть. Но в любом случае надо что-то ей сделать. И сегодня мне сказали, что они очень классные сережки. И вообще я сегодня очень хорошо выгляжу. Я так думаю. Спасибо за комплименты. Хочу сказать одно, что я уже реально устала и задолбалась от всего, что происходит. Я вот сейчас стою, готовлю и понимаю, что из нас тупо делают лохов. Просто делают лохов. Я уже просто не выдерживаю. Всё, что происходит, это какой-то просто маразматизм, дебилизм, идиотизм и так далее. Просто если бы я мог... Понимаете, начало вообще всё это поднимать, то... Я не знаю, что бы было. Но это просто уже всё. Это цвет. Это издевательство над людьми, которое сейчас у нас с этим ремонтом происходит. Это просто настоящее тупо издевательство. Пришли, понимаете, одно перило поменяли. Одно, мать его, за ногу. А остальные для кого? А то, которые сняли нижнее, вообще типа там его не надо. А зачем тогда это одно? Для галочки, что ли? У меня просто не хватает слов. По поводу окна выбитого, которое... Не выбито, а которое у нас лопнуло окно от огня. Нам сказали, ну мы возьмём фанерой прибьём вам. Не стекло поменяют, а фанерой прибьют. И люди ждут какого-то ремонта от государства. Да ничего мы от него не получим. Абсолютно ничего мы от него не получим. Никакого ремонта. Вот одно перило уже положили, галочку поставили. А остальные перилы, я не знаю, куда они их засунули. Они их списали куда, себе в карманы. Ну, у меня просто, честно сказать, у меня не хватает уже сил, у меня не хватает слов. У меня просто одни негативные эмоции. Это просто уже какой-то маразматизм. Реально маразматизм. Творится просто какая-то дичь. Я устала. Я больше не могу. У меня уже нету просто сил. Та-да-дам. Картошечка готова. Кира домой пришла, кока-колу принесла. Так что... А я тебе сирочек купила. Спасибо большое. Пожалуйста, большое. Только не ешь сегодня, съешь завтра. Доставай селедку. Я буду... Кир, ничего не приготовила, потому что ничего не работает. Нет, это надо выбросить. Я никак не дойду. Новую я там купила. Это тоже надо выбросить. Вон, новая селедка. Одну упаковку, да, доставай. Короче, все, ребята. Мы будем ужинать. И, наверное, на сегодня всем пока у меня что-то вообще не еду. Настроение и желание. А Кира хоть скачала этих... Универ. Универ, да? Универ, ну, да. Скачалась все серии. Там 30 часов. Уже 10 посмотрела. 14. 14 часов уже посмотрела. Ну, а что делать? А всего 40. А, 40 даже часов. Зато есть что посмотреть, потому что у нас сейчас смотреть кроме универа нечего. И вообще в течение многих лет мы будем смотреть, наверное, только универ. Качай что-то другое. Скачай мне... А, друзей нету на ютубе. Почему? Подожди. Это первый сезон. Потом еще второй. И сколько там сезона? Я не знаю. Ну, пять хотя бы должно быть. Лучше скачай друзей. Сама скачай. А на ютубе нету друзей. Все. До свидания тогда. И вам тоже, ребята. До свидания. Я не могла не рассказать эту историю. Судим с Кирой, значит, уже ужинаем. Все. А я, когда я просила купить Кока-Колу, я ей сказала, говорю, я тебе деньги сброшу на карту. Я ей деньги на карту не сбросила. Она приходит с Кока-Колой. Я спрашиваю, а как ты Кока-Колу купила? Я же тебе деньги не сбрасывала. Она говорит, что я не знаю, говорит. И смотрит по своей карте. Что у нее отклонена транзакция. Но она Кока-Колу забрала. Иду в магазин оплачивать. Не хочу девочек подставлять наших. Так что пошла и оплатить за Кирину Кока-Колу. Не, все. Я хочу эту штуку. Мне пофиг, что я завтра. Какая мне разница? Если я буду... Кира, ты съела сейчас селедку. Я селедку не ела. Не ела селедку? И сейчас еще и сырочек этот хочешь есть. Это моя жизнь. Я взрослая, осознанно. Я могу делать и есть, что я хочу. И воруешь Кока-Колу с магазина осознанно. Я не воровала. Я спросила. Прошло? Который час? Который час? Я успею? Успеешь. До 11 работы. Пошла оплатить за Кока-Колу, Кира. Меня не видно. Ну, все. Все сделали. Оплатили.